Добро пожаловать на наш канал! Для каждого у меня кое-что есть. Это улыбка, шутка, новость и, конечно же, вкусный кофе. Так. Для вас. Для вас. Для вас. И для вас. Вода для головного судей, пожалуйста. Уважаемые судьи, вы сегодня мои гости. И у меня для вас прекрасный кофе из Колумбии. Сорта Красная Катура. Экспериментальный лот от фермера Рафаэль Ая. Многим же из нас нравится мытый кофе за его яркость и сочность. А натуральный же за сладость и плотность. Поэтому мы поставили себе задачу объединить эти качества в одном кофе, в одной чашке. Как показал наш эксперимент, это реально. Уважаемые судьи техники, сейчас я приготовлю 4 шота в эспрессо для моего авторского. В это время расскажу немного о ферме. Ферма Рафаэль под названием Лавирджиня находится в центральной Колумбии, в регионе Уилла, муниципалитет Тимана. На высоте порядка 1750 метров над уровнем моря, на склоне холма, на окраине каньона Ла Флорида. Ферма Рафаэля, небольшая площадь, составляет всего 5 гектаров. Три из них заняты посадкой красной катуры. Рафаэль, прежде всего, предпочитает работать с качеством и терруаром. Поэтому он не стремится увеличивать количество кофейных деревьев, чтобы им не пришлось бороться за солнце и почвенные минералы. А плотность же составляет 3500 деревьев на гектар. При этом местном законодательстве Колумбии разрешается иметь от 5000 до 6000 деревьев. Как по мне, это место будто создано для выращивания кофе. Здесь солнце светит с 7 утра до 7 вечера, а дневная температура на ферме составляет порядка 25 градусов. При этом ночью она снижается до 8 градусов. При этом теплый воздух с вершины холма опускается вниз к деревьям. Поэтому им не нужно тратить свою энергию для обогрева. Вместо этого они тратят ее для создания кислотности. Энзимные группы вкусов зерня. Чуть-чуть и раз. Уважаемые судьи, хочу я начать ваше знакомство с моим кофе, с молочного напитка. Молоко для выступления я выбрал с хорошей естественной сладостью, а также высоким содержанием белков и углеводов, что поможет мне добиться гладкой, нежной, сливочной текстуры в моем напитке. Объем напитка будет 110 мл. Это идеальное и гармоничное сочетание и молока эспрессо. Во вкусе моего молочного напитка вы почувствуете? Запишите, пожалуйста. Сливочный сыр рикотта, шарлотка и нотки абрикоса. Уважаемые судьи техники, я приготовлю все четыре пары напитков одновременно. Уважаемые судьи техники, мой рецепт на сегодня для всех трех групп напитков – это 21 грамм молотого кофе на входе с выходом 44 грамма напитка. Осталось 10 минут. Не скучайте, я скоро. А теперь немного про обжарку. Обжаривали мы кофе 12 дней назад. Обжарка происходила на 25-килограммовом ростере ProBot с загрузкой 15 килограмм. Именно при такой загрузке мы получили наилучший результат. Обжаривали мы мой кофе очень спокойно. Это связано с обработкой моего кофе. Температура загрузки составила 180 градусов. Общее время обжарки 11 минут 50 секунд. Время развития 2 минуты 20 секунд. Суета долона максимально раскрыть энзимную часть вкуса в эспрессо. Букет развит комплексно с сохранением баланса вкуса. Так, я вернулся. А я напомню вам, мой молочный напиток будет сливочным, нежным и обволакивающим. Во вкусе вы почувствуете сливочный сыр рикотта, шарлотку и нотки абрикоса. Для вас? Чуть-чуть адреналин. Скучаем. Пожалуйста, для вас. Осталось 7 минут. Спасибо. Для вас. Пожалуйста. Пожалуйста. И для вас. Я думаю, вы уже успели насладиться моим молочным напитком. А теперь самое важное. Эспрессо я буду готовить в холодной чашке. Это немного снизит температуру, но при этом повысит яркость и тактильность моего напитка. Уважаемый сын. Мой кофе мытый, но, как я ранее говорил, экспериментальный. После сбора кофе ферментировался в ягоде целых 5 дней. Это очень долго для мытой обработки, не правда ли? Все дело в том, что когда ягоды ферментируются натуральным способом, он, конечно же, становится слаще. Но потом его невозможно депульпировать, так как муслич схватывается с патчментом. Поэтому мы сделали немного иначе. Собрали ягоды, промыли, затем закинули в бочки, залили небольшим количеством воды для создания влажной среды для ферментации. Потом закрыли крышки и оставили на 5 дней в доме для сушки. Но их при этом постоянно перекатывали. Поэтому ферментация происходила очень равномерно. После ягоды депульпировали, но без отделения остатков муслиджа отправили на сушку. Сушка происходила на африканских кроватях в течение 20 дней до достижения влажности в 11%. На ферме Рафаэля растет как красная, так и желтая котура. Но для нашего эксперимента нужна была именно красная котура. Потому что вкус кофе из этих ягод более кислотный. А за счет нашего эксперимента мы добавили сладость. Поэтому зерна получились очень комплексными. А сушка вместе с муслиджем сделала кофе еще более сладким, еще более ярким. Трепетный подход. Осталось 3 минуты. Ого! Адым минуточку. Пожалуйста, для вас. Наслаждайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Работая над авторским, я хотел раскрыть новую ноту в моем кофе. При этом сделать комплексом с точки зрения сочетаемости кислотности, сладости и горечи. В начале моего выступления я приготовил 4 шота эспрессо и охладил. Экспериментура с разными ингредиентами. Я остановился на трех ингредиентах. Первый ингредиент это вишневый сироп. В состав его входит 200 грамм вишни, 200 грамм воды и 50 грамм сахара. Вишня – сладкая база моего напитка. Второй ингредиент – это чистый отфильтрованный фреш грейпфрута. Из него я добавил 30 грамм. Грейпфрут добавит свежести моему напитку. Третий же ингредиент – это сироп из лемонграсса. В его состав входит 100 грамм лемонграсса. 100 грамм воды. И 20 грамм фруктозы. Из него я добавил 5 грамм. Лемонграсс является свежущим компонентом в моем напитке. Пожалуйста. Мой напиток будет прохладным. Подождите. Пить нужно в два последовательных глотка. Первый глоток раскроется для вас. Зеленое яблоко и барбариса. Второй глоток будет кислотнее. Раскроется для вас красным апельсином и леденцом лимонным. После вкуса будет освежающим и продолжительным. Пожалуйста, наслаждайтесь. Время! И бурные аплодисменты! Апитов Бигжан.